После праздников у многих есть такая ситуация, что как бы надо подэкономить, к чаю все очень дорого. Ну или завалялось какие-нибудь полбаночки варенья, которые доесть уже не хочется и выкинуть жалко. Я нашла такой рецепт ковришки с вареньем. Она, наверное, идет из каких-то советских времен, но ингредиенты очень простые и очень экономные. Здесь у меня варенье, причем я смешала для пробы два вида. У меня в тарелочке осталось немножечко абрикосового и клубничного. Я смешала все это. Затем погасила соду уксусом прям в варенье. Оно прям начало такой шапочкой подниматься пышной. И, соответственно, немножко побродило. Потом стакан кефира, полстакана сахара, одно яйцо и мука. Муки добавлять постепенно и вот такая консистенция должна получиться. И еще такой у меня лайфхак. Сейчас покажу. Я не использую пергаментную бумагу. Это у меня форма. Я уже смазала, но вам еще продемонстрирую. Натираю сливочным маслом. И затем я беру и немножко присыпаю манкой. Причем вот так вот, знаете, на вброс. И она прилипает к краям. Вот так. Ну, я посыпаю просто одной рукой неудобно. Я обычно делаю гораздо меньше. И вот прям вот так вот посыпаю и все. У меня никогда ничего не пристает к противню именно из выпечки. Вот, поэтому такой вам лайфхак. И она получается даже всегда такая хрустящая корочка. Излишки я сейчас соберу. Что-то я просто одной рукой ради вас не очень удобно. Вот. И, соответственно, сюда выливаю пирог. На 170 градусов ставлю в духовку. Ну, минут на 40 у всех разной духовки. Смотрите по приготовлению. По тому, как будет спичка тыкаться. Мне подарили набор из вот таких конфет. И я впервые такие вижу. Хотела вам показать. Называются Борилотом, наверное, правильно. Во-первых, у меня ее размер. Посмотрите, она практически с мою ладонь, да, большая. И она вот какая-то плотная. И фантик. Вам не передать, какой он толщины. Такое ощущение, как фольга, знаете, такая хорошая, добротная. И внутри как бочка сделана. Причем разделенная на две части. То есть конфета как бы на двоих подразумевает. Я первый раз такие вижу. Прям бумага плотная настолько, что, я не знаю, можно крышу покрывать. Так что вот такие конфеты. Ну, шоколад не очень вкусный. Ну, есть можно. Ну, сама идея прикольная. Бочонок напополам. Также у меня много яиц осталось после праздников. И, соответственно, сейчас я использую... Надо освободить морозилку немножечко там под мясо. И готовлю стрелки чеснока. Обожаю. Такой запах у меня всегда лето ассоциируется. Поджариваю на подсолнечном масле. И потом вбиваю яйца. Получается офигенная яичница с хрустящими стрелками чеснока. Сегодня очень экономный обед. Получается гречка. Компот сварила. Здесь крыжовник, малина и ежевика или шелковица, как ее еще называют. Сейчас пирог поставлю в духовку. И когда я к Новому году... На Новый год запекала гуся, там утку, я всегда обрезаю шеи. Потому что, в принципе, при запекании есть в них нечего. А это позволяет мне, допустим, на раз сварить на борщ бульон. Обобрать это мясо мелко, обжарить. И достаточно тоже экономно получается. Так что, такие экономные лайфхаки. Еще один лайфхак подсказала мне моя свекровь. Вот, допустим, мы открыли банку помидоров прошлогодней. И они какие-то очень невкусные. Прямо пересоленые. То ли они простояли слишком долго. То ли, ну так, они нормальные все, но вкус, допустим, мне не понравился. И выкидывать жалко. Все-таки это труд. И, соответственно, куда их можно использовать? В зажарку для борща. И вы не представляете, борщ можно солить намного меньше. Или вообще не солить, кто как любит по вкусу. Но при этом борщ очень ароматный, насыщенный. И томат можно не добавлять. То есть добавить вот этих соленых помидоров. Понятно, шкурку убрать. И в зажарку пустить. И получается очень-очень вкусный борщ. Так что вот такой вам совет, если кто не знал. Я, например, не знала, что в борщ можно использовать соленые помидоры. Я всегда или свежие замороженные использовала, или томатную пасту. А это тоже очень такая вещь, которая выручает. Не всегда есть, допустим, томатная паста. И раз у нас сегодня такое экономное видео, я сейчас была в Вайлдберрис. Здесь у нас прям возле дома открылись. Я сходила буквально в халате и в шубе. И мне нужны были короткие сапожки зимние. И я что-то никак не могла выбраться с моим ритмом жизни. На рынок, там куда-то, по магазинам. И поехать в Воронеж. И, соответственно, я зашла на Вайлдберрис на новогодних праздниках. И что вы думаете? Там офигенные распродажи. И я вот эти натуральные сапожки... Сейчас покажу вам прям. Натуральные сапожки с натуральным вот здесь мехом. Это замша. Она такая темно-серая. И мех такой благородный, красивый. Внутри сейчас покажу... Мне кажется, конечно, мех может и искусственный. Но цена у них, знаете, оправдывает все. Две с половиной тысячи. Они на меху зимний, черный мех. И я даже не пойму. Но он искусственный, но очень теплый они. Я померю вам сейчас покажу на ноге, как они смотрятся. Но офигенный. За две с половиной тысячи натуральная замша. И очень удобно, что я заказала, наверное, пар шесть или семь. На, помню, шестнадцать тысяч рублей сумма. Я померила все. Какие мне не понравились, я вернула. А вот две пары взяла. Получается, эти две с половиной, а другие сапоги, которые я сейчас покажу, две тысячи. Получится, на четыре с половиной я купила себе двое сапог натуральных замшевых. Это вообще, мне кажется, таких цен не бывает на распродаже. Такой каблучок устойчивый. И прям огонь. Стол я вытру, сразу говорю. Я его не мыла еще. Так что все нормально. Сейчас вам по мере покажу и вторые сапоги тоже. Вы знаете, нашла этикетки здесь. И написано, что натуральная шерсть и натуральный мех. Но вверху мех тот однозначно натуральный. Он и выглядит, и на ощупь. А внутри, не знаю. Но ощущается действительно, вот знаете, как овчина или что-то такое. То есть, офигеть, за две с половиной абсолютно натуральные замшевые сапожки. Сейчас покажу вам. Вот так они смотрятся. Сейчас свет включу, может, лучше будет видно. Да, вот такие красавцы. Сейчас второй померяем. И они такие удобные. Мне вообще просто супер-пупер. Вот они у меня сапожки. Ну, по-моему, классные. Не знаю, как вам напишите в комментариях. И лайк поставьте, если вам была полезна такая информация. Так что все на Wildberries. Сейчас там офигенные скидки на натуральную зимнюю обувь. У меня уже есть длинные сапоги на каблучке. Половина здесь кожи. Или наоборот, впереди замша, по-моему. Сзади кожа, уже не помню. Или наоборот. И мне нужны были именно такие, знаете, походные под брюки. Потому что под юбку у меня есть сапоги, под брюки. Ну, я взяла двое. Потому что у меня теперь будет там новая шуба серая. И, соответственно, вот эти ботиночки у меня будут под шубу. Под какие-то узкие ботинки, которые не... Ну, будут сверху, да, вот этот мех. А вот эти именно внутрь, под брюки. И такие, знаете, походные. С ребенком там погулять, выбежать в магазин. И они настолько удобные, когда вот очень скользко. Там снега завалилось. И подошва у них сплошная. Они очень удобные, мягкие. Широкое голенище у меня широкий. Вот здесь подъем. За счет резинки у меня все хорошо. Не буду уже мерить, но они наполовину, короче, до колена. Сейчас померю, ладно, тогда будет более наглядно. Вот. И эти сапоги тоже натуральная замша. Но внутри, наверное, мех либо искусственный, либо тоже, знаете, какая-то как овчина или шерсть. Вот какой-то такой непонятный состав. Но натуральная замша. Очень удобно. И за 2000, знаете, порвутся, помнутся. Затрутся. И совершенно не жалко. И тем более, когда их у меня трое, да, сапог. Они не так снашиваются. У меня уже проверено это годами. У меня всегда двое-трое зимних сапог. Но всегда трое, наверное, двое. Это мало для меня. Вот. И они тогда носятся прям годами. Потому что, когда ты каждый день в одних и тех же сапогах, они теряют свой товарный вид. И быстрее ты выходишь вечно в каких-то поношенных сапогах. А когда у тебя разные они, и на выход есть более такие, скажем, свежие, да, какие-то под юбку, какие-то под бриджи, например. Вот эти я буду носить. У меня есть брюки, которые вот так. Длина у них 7 восьмых, наверное. И получается вот здесь в серых будет голая нога. А здесь как раз все будет закрыто. И будет вообще прекрасный походный вариант. На работе я все равно переобуваюсь в туфли. Поэтому это чисто вот дойти до работы или куда-то там съездить, дойти на большие походные расстояния, на прогулки. Прекрасные вот эти сапоги. Прям, мне кажется, будут в мир и в пир. Но я не люблю вот эти уги, потому что у них совсем нет подошвы. И как-то это выглядит очень, ну, неухоженно, что ли, не знаю. Как-то женщины в них выглядят нелепо. Это все-таки более такой культурненький вариант. И удобный, не скользкий. В этих сапогах я тоже нашла значок натуральной шерсти овечки нарисованной. Действительно, я думаю, потому что искусственный мекк, он не может быть таким теплым. Я их одела, но просто прям ноги, знаете, спарились. Очень теплые. Поэтому сейчас померю. Вот такой они длины. Видите? То есть вот коленка. И здесь у меня очень широкое вот здесь голенище. Но они мне полностью застегиваются. Потому что у меня всегда на правой ноге чуть не застегнуты сапоги. Эти зашли вообще как родные. Абсолютно за счет вот этой резинки. Так что у кого широкая вот эта часть, очень рекомендую. Причем у меня в правой ноге здесь намного шире, чем в левой. В левой у меня может болтыхаться там, знаете, и как ложка в стакане. А в правой очень плотно быть. Ну, у всех разное, наверное, построение. В общем, вот такие сапожки. Под брючки какие-то. Вот под... Типа у меня есть полукороткие такие брюки. Я думаю, вообще огонь. Так что всем советую. Прям я очень довольна покупкой. Такая ковришка получилась. Вот здесь, видите, кусочки абрикоса растаявшего. Но надо было мне... Я делала, видите, в высокой чашке. Надо было делать в противне и меньше наливать. Тогда она быстрее бы пропеклась. А так что-то долго так пеклась. Ну, ничего. На вкус очень даже ничего. И вот так с компотом, к чаю. Быстрый пирог. Замечательно.